всем привет и добро пожаловать на канал фима тв сегодня мы будем с вами делать такого милого динозаврика на кружке для этого я беру белую глину бирюзовую цвет 500 черную и лавандовую из инструментов мне понадобится моделирующий инструмент с острым носиком с плоским и с шариком крупнее обычная иголочка самодельный инструмент макетный нож карандаш два дотса разного диаметра и тоненькая-тоненькая кисточка а также у эйв смола для глазок для распусти глазок мне понадобится акриловая краска у меня матовая я беру в синим оттенки белым фиолетовым и черным для декора кружки я беру краску по стеклу белую фуксия и фиолетовый лавандовый тоже такой цвет это максимально подробный мастер-класс и давайте начнем для начала нам понадобится чистая кружка и декор я нарисовала отступая сверху и снизу по полтора сантиметра примерно чтобы декор не выступал шаблон вы сможете найти на моей страничке в группе вконтакте примеряю эскиз смотрю как он должен располагаться у меня на кружке я буду вмешивать несколько оттенков бирюзового цвета для этого я беру 500 смешиваю с белым теперь отделяю маленький кусочек и вот большой кусочек я смешиваю еще раз белым делая его более светлым откладываю маленький шарик и беру большой более светлый и это будет основное тело нашего динозаврика раскатываю полимерную глину толщиной 3 миллиметра на паста машине это номер один дут самым маленьким шариком я ввожу контур нашего тела динозаврика и ее голову после вырезаем макетным ножом нашу заготовку чтобы динозаврик был не плоский я отдельно вырезаю еще голову тоже на толщине 3 миллиметра откладываем получившиеся детальки из толщиной 1 миллиметр пласта вырезаю хвостик для мордочки мне понадобится небольшой кусочек основного цвета смешать с белой глины чтобы сделать еще третий оттенок толщина пласта получается такая же как вы хвостик 1 миллиметр и вырезаем из этого пласта обводим мордочку и вырезаем макетным ножом и и и Продолжение следует... Ну и теперь настало время соединять все наши детали. Я примеряю эскиз, чтобы правильно разместить основную часть динозаврика, креплю голову и теперь нужно сгладить все углы. Также хвостик. И теперь нужно придать объем и сгладить этот неровный острый угол по всему контуру динозаврика. Для этого я пользуюсь плоской частью моделирующего инструмента, также прохожусь после влажными салфетками. Ну и конечно же помогаю пальчиками. Кому как удобно. Теперь помещаем мордочку на свое место. Также сглаживаю все либо пальчиками, либо моделирующим инструментом, помогаю себе влажными салфетками. Они тоже очень хорошо убирают все неровности, вот такие вот острые уголочки на глине. Из небольшого кусочка формируем пузико нашего динозавра. Просто в ручках раскатываю лепешечку в форме такого яичка. Видно будет только верхнюю часть, остальное будет закрыто лапками, поэтому необязательно прям ровно вырезать этот кусочек. После этого нам нужно сделать лапки. Для этого я беру полимерную глину основного цвета, раскатываю сначала ровные передние лапки. Для этого раскатываю колбаску и прижимаю ее к столу. И вырезаю две одинаковые лапки. Пока их откладываем и из остатка делаем такой цилиндрик с двумя плоскими сторонами. Для этого я прижимаю их к столу. И по диагонали вырезаю лапки. Сейчас покажу как это будет выглядеть уже на динозаврике. Что-то перепутала сторону. Вот так, широкой частью мы крепим ее к той части, которую видно. Теперь нужно этот наш стык соединить аккуратненько с помощью моделирующего инструмента. Сглаживаю все вот эти неровности по краям, чтобы лапка у нас не отвалилась. Хорошенько ее прижимаем. Верхние лапки очень просто. С одной стороны сглаживаю, с другой немножко заужаю верхнюю часть лапки, где она будет присоединяться к телу. И все, наши лапки готовы. Здесь остается только соединить вот этот неровный стык. Я это делаю просто пальчиками. Может немножко помочь себе моделирующими инструментами. Далее с помощью дотс я делаю такие углубления, увеличивая размер для наших шипиков. Моделирующим инструментом с крупным шариком делаем углубления для глаз. Стараемся сделать их одинаковыми. И белую глину помещаем в эти углубления. Если глина мягкая, то не нужно промазывать фимогилем. И если глина такая более твердая у вас, то лучше, конечно, промазать, чтобы глина хорошо соединилась. У меня белая очень мягкая, поэтому проблем здесь не будет. Они не отвалятся. С помощью иголочки я делаю улыбочку и складочки на передних лапках. Также носик тоже с помощью острого инструмента. И теперь я хочу сделать вот эти пятнышки от динозавра. Имитация чешуи. Но не по всему контуру, а так вот в некоторых только местах, чтобы оставить на этот намек. Я вырезаю разного размера шарики. Какие-то соединяю. Очень маленькие. И прижимаю их к столу. После этого мы будем придавать им разную форму. Я аккуратненько снимаю их лезвием. И прижимаю места, которые мне нравятся, как они там будут расположены. Чередуйте большие и маленькие. Маленькие это во внешнюю сторону. Большие поближе к другу другу. И с помощью дотса с крупным шариком я прижимаю эти пятнышки к нашему тельцу. Также повторяю несколько пятнышек на голове, лапке и на хвостике. Я немного увлеклась съемкой. И у меня немножко съехала камера. Вот здесь я раскатываю белую глину трубочкой и разного размера делаю по увеличению нашей заготовки для шипиков. Сейчас покажу, как сделать такие треугольнички. Самый маленький просто катаю шарик и заужаю в одну сторону, чтобы была такая капелька. На нем очень сложно показать, как он должен выглядеть, такой треугольничек. Но, честно, шипиков покрупнее, я вам покажу обязательно подробно. Я его прижимаю, делаю плоским, таким вытянутым треугольником. И одну сторону делаю плоско, чтобы она у нас поместилась в наше углубление. С помощью фимогеля добавляю немножко на рабочую поверхность и промазываю наше углубление маленьким дотсом. И в эти углубления буду помещать заготовки шипиков. Начинаю с самого крупного, чтобы не задеть верхние маленькие. И аккуратненько так вот соединяю. С обратной стороны можно немножко побольше придавить сверху. Конечно, лучше с передней стороны не сильно не деформировать. Просто прижимаю на фимогель, он очень хорошо приклеится, когда вы будете запекать хвостик и всего динозаврика. Из небольших колбасочек темного цвета я делаю бровки. Также сажаю их на фимогель, чтобы они у нас в процессе эксплуатации не отвалились. Из 605 лавандового цвета я формирую два одинаковых треугольничка и помещаю их на макушку. У нас в динозавре будет девочка. Вы можете там сделать корону, цветочек, все что хотите. Или какой-нибудь шарфик, футбольный мячик рядом положить. В общем, тут уже на вашу фантазию, как вы хотите задекорировать и украсить вашего динозаврика. Да, мы основное тело можем повторить, как у меня, и уже свои детали добавить, которые вам нравятся. Также вы можете поэкспериментировать с цветом, формой головы, хвоста. И отправляем нашего динозаврика в духовку, в разогретую на 25 минут при температуре 120 градусов. После запекания я беру карандаш и намечаю, где у меня будут располагаться глазки. И если вы не часто рисуете глазки, то лучше, конечно, воспользуйтесь карандашиком и сделать себе такой вот эскиз. Наметите контур глаз, как они должны у вас выглядеть. И примерно уже поймете, нравится вам, не нравится. И если что, то можно просто влажными салфетками стереть и перерисовать еще раз. Я беру акриловую краску, у меня матовая. Сначала намешиваю оттенок белый с синим и фиолетовым. И делаем из них промежуточный цвет. Беру тонкую кисточку и работаю с самым темным цветом. Сначала прохожусь по контуру. Сначала один глазик, потом второй. И закрашиваю полностью весь глаз. Немного жду, пока краска подсохнет. Беру промежуточный цвет, который мы смешивали, синий и фиолетовый. И растушевываю его сверху и снизу, создавая более светлый оттенок. И завершающим этапом я беру светло-синий-голубой и намешиваю его в верхнем углу глаза. Создавая такой вот блик и тень. После этого дотсом ставлю черные кружочки. Это будет зрачок. Стараемся сделать их ровными, одинаковыми, чтобы у нас глазки смотрелись симметрично и ровно. Также добавляю дотсом блики. По два. Чуть побольше и поменьше. Черной краской, кисточкой дорисовываю реснички. Как же девочка без ресничек? Правда же? С помощью краски по стеклу я буду декорировать немножко нашу саму кружечку, чтобы динозаврик не смотрелся так вот скучненько. Добавляю просто дотсом разного размера шарики, фиолетовые. И будем сейчас намешивать еще малиновый цвет. У меня не нашлось подходящего оттенка, поэтому я намешиваю фуксию и белый. И у меня получается такой розовенький цвет. Его точно так же расставляю в промежутках между фиолетовым, чтобы разнообразить. Такая вот веселая детская кружечка у нас получается для любителей динозавриков. Саму кружечку можно запечь в духовке при 100 градусах, можно уже без динозаврика. И самый завершающий этап, обожаю его, я делаю линзы из ОФ-смолы. Для этого я беру эту ОФ-смолу, дотсом прохожусь, создавая линзу. Можете положить на окошко, если у вас хорошо светит солнце. Либо есть специальные фонарики, ОФ-фонари, либо лампы для ногтей. И вот такой очень милый динозаврик у нас получился. Не знаю, что бы вы еще ему добавили, может быть что-то в лапке. Напишите, пожалуйста, в комментариях. И увидимся в следующих видео. Подписывайтесь на наш творческий канал. Здесь очень много полимерной глини и очень много полезных мастер-классов. Спасибо вам за просмотр и до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok